Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите и комментируете. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. В этом видео я расскажу про новые банкноты номиналом 50 и 200 гривен. И, конечно, про 1000 гривен. Почему их меняют сейчас, когда введут монеты 5 и 10 гривен, и что будет с банкнотами старого образца от 1 гривны до 10. Перестанут ли их принимать? Если интересно, продолжайте смотреть. Но перед этим хочу сказать, что в этом видео конкурс. Я дарю нечастую монету 1996 года, тираж 1 миллион штук. Для получения просто нужно поставить лайк этому видео и быть подписчиком канала. Как только наберется 1000 лайков, я разыграю монету. Для участия просто нужно поставить лайк этому видео, быть подписчиком канала. Как только наберется 1000 лайков, я разыграю монету среди тех, кто оставил комментарий. Так что напишите обязательно комментарий и поделитесь каналом с друзьями. Ну что, поехали! Сегодня Национальный банк Украины анонсировал введение в оборот банкнот с новым дизайном 50 и 200 гривен. Это дополнит банкнотный ряд новым дизайном, а 5 и 10 гривен пойдут к монетам 1 и 2 гривны, которые уже в обороте изрядно мне надоели. Новые 50 гривен и монету номиналом 5 гривен можно будет пощупать уже после 20 декабря 2019 года. А 200 гривен появится в обороте 25 февраля 2020 года. Когда выйдет монета 10 гривен, спросите вы? Она планируется в середине 2020 года, но дату Национальный банк пока не сказал. Напомню, что банкноту 1000 гривен ввели 25 октября 2019 года, но так как тираж пока небольшой, она не так часто появляется в банкоматах и на сдачу. Такой номинал уже существовал 100 лет назад, а именно 1 марта 1918 года Центральная Рада Украинской Народной Республики приняла закон о денежной единице, биении монет и печати государственных кредитных билетов. Была введена новая денежная единица, гривна, которая делилась на 100 шагов. В течение 1918 года в Берлинской государственной типографии были отпечатаны банкноты номиналом 1000 гривен. Такую банкноту я как раз разыгрывал у себя на канале. Ну, вернемся к нашему времени. Как будет совершаться замена старых банкнот на новые и на монеты? Как сообщает сайт НБУ, людям не нужно будет обменивать банкноты номиналом 5, 10, 50 и 200 гривен прошлого образца на обновленные банкноты и монеты. Они будут ходить неограниченное время и можно будет пользоваться одновременно. Как говорится на сайте НБУ, банкноты номиналом 5 и 10 гривен прошлых годов будут постепенно изыматься по мере их износа и заменяться монетами, как сейчас происходит с банкнотами 1 и 2 гривны. Вы наверняка замечали, что они сейчас пропадают и в хорошем состоянии не так часто встречаются. Дизайн обновленных банкнот похож на дизайн прошлых и все основные изображения сохранились. Почему же именно сейчас вводят новый дизайн, банкнот и монет? Во-первых, уже было анонсировано изменение дизайна от НБУ, осталось только назвать дату. Как же не сделать это под шумок под Новый год? Мне лично новый дизайн нравится. Как вам? Главное показать стабильность национальной валюты. Это основное. Мы видим, что курс постепенно падает, но магазины не спешат понижать цены, так как думают, что это временно. Нужно время, чтобы курс держался стабильно, хотя бы полгода или год. Только в таком случае предприниматели и магазины начнут опускать цены на продукцию. Замена денег на монеты, копейки, как я говорил в прошлых видео, это моральное удешевление гривны. Ведь можно уже заметить, как они валяются в маршрутках, на базарах. Это реально копейки. Что сказать про монеты 1, 2, 5 и 10 гривен? Мы слышали, что это выгодно. Что такие монеты могут быть в обороте до 20 лет. Хотя зачем? Мы ведь все идем к безналичным расчетам. У нас в Харькове вводят карты оплаты транспорта. И возможно отменят вообще мелочь в транспорте. Так что если вы кондуктор, вам пора искать новую работу. А что же делать коллекционерам монет в этом случае? Непонятно. Что сказали представители НБУ про замену дизайна и защиты банкнот? Во всем мире центральные банки время от времени меняют дизайн и систему защитных элементов банкнот. Чтобы они оставались защищенными и современными. Таким образом государство минимизирует риск подделок. Про новые 1000 гривен еще на прошлом брифинге глава НБУ Яков Смолий сказал, что последний раз минимальный номинал гривны повышался в 2006 году. То есть 13 лет назад. Тогда была введена банкнота 500 гривен. Тогда средневесячная заработная плата составляла около 1000 гривен. И разменять можно было двумя банкнотами самого высокого номинала. С того времени многое изменилось. Выросли доходы украинцев. Средняя заработная плата выросла почти в 10 раз. Сейчас, чтобы ее получить, нужно не менее 20 банкнот. Напишите, так ли это? Получается, что после появления банкноты 1000 гривен, средняя заработная плата будет размениваться 9 банкнотами. Это будет намного удобнее, чем сейчас, сказал Смолий. Лично я за электронные деньги пользуюсь картой Монобанка. Очень доволен. Кстати, если хотите получить 50 гривен на счет Монобанка, ссылка в описании. Просто установите приложение и получите карту. Про инфляцию. Как думаете, появление новой банкноты 1000 гривен повлияет на инфляцию? Пока видим, что курс придерживается. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Верите ли вы, что курс будет понижаться, скажем так, до 20 гривен за 1 доллар. Кстати, еще хотел сказать, что постепенно из оборота вводят монету номинала 25 копеек. Так что, если вы коллекционер, обязательно откладывайте себе редкие. И, ребята, поделитесь своим мнением в комментариях. Как вам новый дизайн-банкнот? И вообще, что думаете про появление монеты 5 и 10 гривен? А все, кто досмотрел до этого момента, пишите комментарии, начиная со слов «шальные деньги» и «чумовой дизайн». Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok